Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы с вами попробуем ответить на вопрос, что же на самом деле сейчас происходит в Армении и к чему это может привести. Как известно, 25 февраля Генеральный штаб Армении потребовал отставки Николу Пашиняна и его правительства. Как было написано в заявлении, в связи с создавшейся ситуацией, вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая родину и Арцах. Позже к требованию об отставке подключились и высшие офицеры полиции, 30 генералов и полковников. Также они призвали коллег по цеху не применять силу против народа. Сам же Пашинян назвал все это попыткой военного переворота. Однако это не совсем точное сравнение, так как военный переворот – это если бы Гаспарян и другие военные чины вышли бы в прямой эфир и публично заявили «Теперь мы, здесь власть». Но все ограничивается лишь просьбами и жалобами, а шествия и митинги превращаются в мирные протесты, так как полиция больше не слушает Пашиняна и не задерживает митингующих. В ответ на что Пашинян представил президенту Армену Саркисяну предложение об отставке Гаспаряна за попытку госпереворота, но президент Армении отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна. Вообще, очень странная ситуация вырисовывается, как будто в Армении некоторые власти. С одной стороны премьер-министр Пашинян, с другой – президент Саркисян, а с третьей силовики. Давайте рассмотрим каждую сторону власти и то, чьим интересам она следует. Начнем с самого Николы Пашиняна. Посольство США в Армении – одно из самых больших в мире по площади и численности, от двух тысяч американских работников. Несмотря на такую маленькую по территории и населению страну, это уникальный случай в истории. Понятно, что две тысячи человек там не просто так сидят. И ни для кого не секрет, что Пашинян – это проводник интересов Запада. Даже когда Пашиняна критикуют за его позицию, то его всегда называют «саросенком». Далее президент Армении Армен Саркисян. Это вообще очень странный человек. Вы вообще что-нибудь слышали о нем? Он хоть раз принимал какие-то решения? Он всегда где-то там, за кадром. А как происходит какая-нибудь катастрофа, так он сразу перекладывает в себя всю ответственность. А в последнее время перекладывает ее на Пашиняна. Но это не значит, что он в свободном плавании и сам по себе. Он четко показал свою позицию, когда отказал премьер-министру Пашиняну в отставке Гаспаряна. Вряд ли он серый кардинал, скорее он просто как удобная всем странам фигура. Даже президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о них так. Теперь армия не подчиняется власти. Президент говорит, что не занимается политикой. Просит не вовлекать его в эти дела и оставить его в покое. Это разве не позор? О премьер-министре я больше не хочу говорить, сказал глава Азербайджана. Ну а с третьей стороны это силовики, военные и полицейские генералы. И здесь не нужно забывать о том, что Армения входит в ОДКБ, куда входит и Россия. А значит военные чины не могут быть не связаны с Россией, которая вполне может и влиять через них на то, что происходит сейчас в Армении. Теперь поговорим о геополитических интересах США, России и Турсы. По сути, Пашинян уже отыгранный сценарий. Он выполнил большую часть обязательств, его можно списывать и заменять своими подконтрольными пророссийскими марионетками. Вполне возможно, что по этой причине Россия получила двойную выгоду. Она не вмешивалась в войну, чтобы Армения проиграла и тем самым скинула всю вину на Пашиняна, который не является проводником интересов России, а заодно и получила карт-бланш на укрепление на Южном Кавказе, что является геополитической победой. Для Турции же Пашинян выгоден, и Турция даже недавно поддержала Пашиняна. Министр иностранных дел Навлю Чаушоглу заявил, что Турция осуждает попытку переворота в Армении. И Турция неспроста поддерживает текущую власть в Армении, так как интересы Турции пересекаются и с интересами государства-союзника Азербайджана. А что касается геополитических интересов Азербайджана, то вы можете это более подробно узнать в наших других аналитических видео, где был сделан разбор того, что будет, если к власти придут реваншисты или дошнаки, и к какому концу это все приведет. Сегодня с Пашиняна делают козла отпущение все, кто может. Все бывшие руководители Армении его обвиняют во всех грехах, и сегодняшний президент Армен Саркисян пытается, как обычно, переложить всю ответственность на Пашиняна. Даже армянская церковь, вместо того, чтобы заниматься своими духовными делами, противостоит Пашиняну и требует его отставки. Хотя все эти обвинители сами прекрасно знают, что Пашинян пришел к власти в их стране, в их развальных, где каждый из них сам в свое время заколачивал по гвозью в крышку гроба Армении, а сейчас, как крысы, с тонущего корабля пытаются найти крайнего, чтобы обвинить его во всех грехах. КОНЕЦ